Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы слышите и видите, самое главное, Алексея Халецкого, а значит вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Сидмерс Цивилизейшн 6 на последнем уровне сложности на божестве Сидмерс Цивилизейшн 6 с модами, которые всё это делают ещё сложнее, но подробности в первой серии традиционно. Переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикреплённом комментарии. Там же спонсоры канала должны видеть все серии сразу, но у меня тут затык случился вот с этой серией, например, спонсоры её довольно, ну, для них относительно долго ждут, потому что были дела в real life, надо было другим заниматься. В любом случае, спасибо вам за поддержку. Давайте продолжать. Лиц взят. Так, и мы вышли. Оппазиты ещё никуда не вышли. Ну, лица сохраняем, конечно же. Давайте сразу монумент купим здесь за веру. Как сильно отваливается. Минус 13. Минус 2, минус 6. Так. Вот вопрос. Мне сначала Лондон взять, а потом на Престон. Наверное, надо сначала Лондон взять. Реально. Плобоватенько бьёт по... Так, ну, давайте апнем пушку. Может, атаковать после перемещения возьмём. Так, тут надо... Блин, что-то не убивается, да? Может, по пушке сначала будем бить. Так, надо этих мушкетёров как-то... Давайте сначала вот так. Если тремя пушками мы убьём, нет. Так, а карточка у меня на логистику стоит? Стоит. Значит, по идее, мы вот этим, если подвинемся, то сможем... Да. Так. Отлично. 18 культур и науки. Так. Теперь этим, наверное, по Лондону. Хоть они и слабенько дают, но надо бить. Нам, в основном, вот эти бомбарды будут следующим ходом Лондон. Снижать силу. Тут прокачиваем. Тут, пожалуй, не атакуем. Прячемся вот сюда. Ну да, Лондон, я думаю, что следующим ходом мы забираем. Угольное в Нидоросе. У нас появляется электричество. Следующим ходом должно появиться, да? Просто смотрим, у нас до Драммена не дотягивается. Ну а на английском секторе у нас отдельное надо будет делать сеть отдельную. Так, а что у нас тут? 7 ходов в Окланд. А эти сколько? 14, 14. Это все Кабул, да? Окей. Не, надо, наверное, тоже зайти сюда, апнуть. Кстати, карточка на апгрейд стоит. Объявить войну, имея формальный повод. Вообще, нам бы в химию, по-хорошему. Значит, но нам надо 3 юнита линейной пехоты. Для этого мы открываем военную науку. И потом... Канализацию 2 района пригорода. Это у нас без шансов, что мы просто пригороды не можем строить еще, да? Дальше здесь 3 юнита линейной пехоты берем. И союз второго уровня есть. Ну и может проекты просто читать исследовательские? А этот у нас бесплатный, по-моему... Ага, блин, опять золото и посла дает. Это нормально. Кстати, давайте смотреть. У нас еще... О, ну а ты, кстати, а вот Тесла нам бы не помешал. Тогда у нас мы точно до Драмана дотянемся. Хотя, ради Драмана только брать... Если бы еще, например, до Шеффилда хотя бы... А у нас до Шеффилда не дотягивается нифига. Ну, не знаю, может быть Тесла... Просто плюс 2 производства на 3 клетки дальше, не знаю. Есть и получше. Пока ничего из этого не хочу, наверное, брать. Так. Стены. Я просто думаю, покупать ли мне в центре городов что-либо за веру. Кампус на плюс 3, вообще-то. Давайте кампус, наверное, строить. Так, тогда куплю амбар. По-моему, мы уже все гурдвары, которые, возможно, построили. Я проверю. Вот где нету священ... Где есть священные места, там везде гурдвары стоят. Кстати, здесь мы будем кампус, видимо, ставить. Тоже. Ну, может, ремонтировать, кстати. Чего ждать. Какая-то не помню, могу ли я ремонтировать на чужой территории. По-моему, могу. Так, пожалуй, я уйду из-под Калиманджаро. Просто тут будем стоять. Да, и тут, наверное, сюда пока встану. Тут меня на море не убивали. Так, сделаны строители. Магнус тут. Короче, под Магнусом надо просто вырубать потихоньку. Это, это и вот тут. Ну, сначала вот с этих клеток. Причем, правда, вырубать на что? Фабрика нам не нужна. А, и прикол в том, что тут не на что вырубать вообще-то. Давайте, наверное, тогда не будем вырубать. Давайте тут клетки пообрабатываем. Тут много что можно вырубить, но... Не, типа, нет для чего. Там ничего не строится такое, что требовало бы вырубку. Так, редкие ресурсы могу продать. Византии. 260, 420. Господи, как я отстаю все-таки с этим модом? Просто дико. То есть у меня 200 надо науки иметь. Это просто, чтобы в среднем идти. То есть у меня на компуса сейчас фокус делать. Значит, наверное, продам. Нормальное предложение. Так, что по стратегическим. Лошади никому не нужны. Железо? Железо. Давайте Виктории продадим. Селитра никому не нужна. Уголь, пожалуй, я бы не продавал. Так, вот купить что я могу. Редкие ресурсы никто не продает. Ну и тогда не надо. Ну и не надо, ну и пожалуйста. Ну и не надо, ну и пожалуйста. Так. Я думаю, еще до следующей эпохи далеко. Должны, я думаю, мы выйти в... Ладно, построю биржу. С другой стороны денег капает нормально. Лучше если... А, подождите, у нас Пингала с... Грантами, да. Блин, просто он два хода. И как раз два хода я не уверен... Типа сработает ли... Лучше два хода тут что-то построить. Ладно, давайте биржу все-таки построим. Денег много не бывает. Так, чеченицу построили. Нет. Мы мир заключим только когда Престон возьмем. Перекупили Занзибар. Я у Занзибара юниты и не брал. И плюс мы можем туда еще отправить послов. Так что... Ну там Занзибар счастье дает неплохо. Так, тут он не может вроде нигде город поставить. Она. Угу, черт предотвращен благодаря... Так, линейные пехотинцы. Сначала... О, не могу отсюда Лондон обстрелять. Черт. Подождите, а почему тут холм, да? Так, как нам лучше сделать тогда... Да, следующим ходом только сможем взять... Так, тут апаем в линейного пехотинца. Стоим. Ну то есть я еще уходом. Этого апну и... И все. Так, отсюда будем стрелять. Лечимся. Так. А, не могу ремонтировать на чужой территории. Кстати. Ну логично, конечно, потому что можно было бы... Как в пятой циве на этом читы. О, какие расы. Хорошо, что я с ним в союзе. Так, гуль отваливается. Ну, такое. Это... Можно потерпеть. Шеффилд, Бристоль. Все можно... Лондон заберем. Уже будет влиять. Останется Престон. Захватить. Так, что с Занзибаром? Ну, я думаю, надо отправить сюда двух... Блин, или Таруга лучше. У меня... Наверное, Таруга все-таки важнее, чем корица и гвоздика. Озарение для технологии паровой двигатель. Нанять музыканта. Паровой двигатель это... Две верфи. Ну, кстати, выполним. Я думаю, выполним задание. Надо просто вот тут сделать рудничок. Так, две верфи. Три минута пехоты. Больше торговых путей. Это за счет чего? В Сарсбурге театральную площадь построил. Так, и энергия у нас заработала, по идее. Но, опять же, не во всех. Это там, где она требуется. То есть, например, в Осло просто нету... Домика, который требует энергии. Шесть плюс, минус три. Так, пока нам угля хватает. Пока нам угля хватает. Если, может... Не, не хочу. Союз. Так, а давайте глянем, кто с кем в войне, может быть, у нас в игре. Вспомним точнее. Ну, Виктория со мной, с Людвигом и Викторией. Это я их подговорил. Эти тоже все... А, так сказать, с Людвигом, это они сами там начали. Между собой. Шумер с Гильгами... Вавилон с Шумером. Это тоже здорово. Шумера, как ни странно, все не любят. Швеция с Китаем. С Хубилаем из Китая. Византия ни с кем, но она еще не нашла никого. Нидерланды ни с кем. Дидона ни с кем. И Бразилия ни с кем. У нас в Майнц и Берлин бегают уже. В Майнц бегают, в Берлин бегают. Просто может какой-то другой, чтобы там... Давайте, наверное, в Гамбург тогда... А, и в Гамбург бегают. Ну, тогда, может, в Лестер. Манчестер, Плимут. Просто, чтобы торговые... Посты сделать, и можно было дальше отправлять потом. В Шеффилд, наверное, юнит. Так, просто подождем, когда Лондон захватим. Так, еще одного торговца, я так понимаю. Нет? Нет. Блин, ну мне надо, чтобы он до 13 вырос, да? А, с другой стороны, какой я тут район хочу поставить? Наверное, никакой. Я бы какое-нибудь чудо хотел. Ну, видимо, как ни странно, мы тут строителей пока делаем. Так, и вообще, я могу еще укрепить религию, да? Давайте я, пожалуй, куплю апостола для укрепления религии. Посмотрю, нужна ли мне инквизиция. Можно сказать, еще апостола для инквизиции купить. И почистить. Бывшие английские города. Ну, вот здесь куплю апостола для инквизиции. И в Сталангере строителей. Поднимаем экономику. Так, тут... Ага, тут нужен будет кампус 4 хода до роста. Вот, собственно, это нам точно тут надо. Давайте тоже строителей. В Бергене универы поднимаем науку. И нам надо, когда национализм откроем, вторую гу отправить послов. Синтеза, куда Англия ведет этих поселенцев? Рамаяна на Гамлета и последнего человека, пожалуй, отклоню. Странное предложение какое-то. Зачем менять один письменный шедевр на два письменных? Ну, точнее, мне-то выгодно, конечно, плюс один шедевр. Но зачем это Людвиг делает? Типа, нет уж никаких бонусов за шедевры письменности. Блин, 500 науки у Шумера. И 400 китайцев. Слушайте, они там не улетают вообще? Так, ну космопорт еще никто не строит. А вот вышел ли кто в космопорт? Гильгамеш. В ракетостроении. И все, только Гильгамеш. Ну, блин. Так, отлично. Ну, вроде не должен мне убивать арбалеты. Хотя, может быть, лучше их было апнуть. Сейчас. Так. Строим монумент. Точнее, ремонтируем амбар. Ремонтируем ставкирку. Не знаю, может, древние стены купят? Да, не нужны они тут. Как и в Лидсе тоже. Лидс же не отвалится сейчас. Нет. Лечимся. Так. Значит, этим до конца укрепляем. Что возьмем? Сильнее влияет. Крестовый поход. Ну, вряд ли мне уже надо сейчас крестовый поход. Так что, наверное, Писание возьмем. Полностью укреплена религия. Плюс три. Таосизм. Дальше. Учреждение Инквизиции тоже даст очки. Плюс два. Кстати, своя религия, вот, чтобы убрать религии, это же тоже на лояльность влияет. Поэтому нам и надо именно Инквизиторами убирать, потому что они дешевле, чем миссионеров, покупателей, апостолов сейчас. А, мне прессовка ходов. Пять, я не буду апать. Так, ну, наверное, осталось Престон забрать. Тут нету, тут лес, но тут холмов нет. То есть, вот отсюда бомбарды будут нормально работать. Главное, чтобы Килиманджаро не изверглась и не прессы. Это не убило мне все. У нас вот вообще меня все равно поражает. То есть, еще раз смотрим. Немец. Немец вообще в темной эпохе, как как и я. То есть, влияние у него такое же. Абсолютно такая же лояльность, как у меня. Города у него тут небольшие рядом, да? То есть, у нас только Англия в нормальной эпохе, в нормальной. Но у меня уже четыре города. Престон, например, размером такой же, как Шеффилд. Но все равно лояльность. Брэдфорд четыре жителя всего. Но лояльность придет. Я понимаю, что сейчас Престон как столица. Идет после того клиц. Но все равно это как-то слишком. Она в нормальном веке. И какое-то дикое влияние капает. Так, сейчас бы нам Веру, конечно, покопить на покупку юнитов, чтобы корпуса делать. блин, ладно, сюда буду. Плимут, Манчестер. В Ливерпуль нету. Давайте в Ливерпуль отправим. Верпуль. Верпуль. Или кампус, наверное. а плюс 4 здесь ну надо вырубить сначала лес значит там вот рабочий строим верфь а этого рабочего который появится этого этого надо сюда будет отправить вырубить только что было написано что шведская культура доминирует над нашей надо объяснить вот сейчас посмотрим 296 не 57 а у нас защищающихся 51 поэтому какие минусы от этого могут быть на 50 процентов быстрее шпионские операции в моих городах для швеции будет конечно отправлять сюда так снижать мы покачаем поссорим как следующим ходом будет все-таки захват лондона должен как-то пересчитать мне кажется лояльность ну еще и германия так уж тебя вот германия плюс 25 процентов к давлению лояльности тоже добавляет вот германия не очень хорошо ну-ка что в гуля минус 6 но тут зато плюс 3 видите лондоне минус пятна минус 14 слиц по любасу отвалится да ускорили стандартизацию вот здесь мы добьем получили еще двадцать одну культуру двадцать одну веру любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку так сначала этим два раза стреляет а теперь вот этим добиваем не способность прикольная но мне кажется все таки она ну недостаточно круто прям не внутри золото вход за кофе как-то совсем грустненько так значит здесь мы хотели скидка улучшение давайте апнем что возможно надо карточку просто поставить так что-то еще тут нам эту я хочу апнуть и вот этого так эти мы просто походили уже просто карточку на на первый посол чтобы вторую гу отправить 6 туда закинуть конечно нет еще лап но просто чтобы уже было там сто процентов так в недоросе делаем гранты по великим людям торговец игрушку он нам точно гранты ведь и энштейн то же самое собственно в ставангере эти вот здесь тогда можно и вырубить лес на грант странно было написано два стола 3 а потому что он тут брал производство да понятно но все равно немножко необычно вообще было неплохо и поселенцы этого захватить день тут город все-таки поставить так сюда какой быстрее доберется четыре хода а ну собственно я там уже отправил что это вот скорее всего это бы раньше и доходил да так еще два хода до кампусов а где буду кампус тут ставить наверно вот сюда просто тут я не вижу других хороших мест так куда нам тут дальше в урбанизацию колониализм двух послов рыбацкие лодки ну наверно все таки урбанизация мародерство два посла или выжженная земля по нам все равно надо и урбанизацию выжженная земля для мобили для мобилизации если кричал урбанизацию давайте пригороды хорошая штука так думаю имеет смысл купить ага не хватает веры пока пушки покупать долго кстати до химии блин так какой нам тут район строить у нас священка построена и кампус нету центра коммерции и нету промышленной зоны промышленной есть на плюс 2 плюс 3 центр коммерции вот здесь мне не хочется ставить прямо вам скажу а можно вот здесь будет да хорошо промышленная о плюс 4 конечно тут и хотел ставить между прочим да наверное давайте сюда сейчас отвалится лиц блин у меня это постоянно будет у меня просто нету времени престан захватить получается пока у нас тут лица то просто каждый захват гордо это уменьшает его население соответственно усиливает влияние налить должны 1 сразу отбить я посмотрим так еще один выстрел нужен не буду видите убивать иначе отложится захват города но был 9 жителей лиц стал 6 неприятненько конечно так надо нанимать пушки делать корпуса а тут убирать религию станет нашей религия доминирующей не не станет всего один 5 синтаизма убирает двоих ну в принципе так лондон держится лиц держится как бы мне престан мне по ходу надо бомбардами именно что к престану идти пофиг на лондон элиц когда они сейчас отвалятся почему они от вами нравится что они отваливаются сказками 125 денег нормально 248 но это только за счет только за счет проектов нет этим я точно не хочу продавать селитру а у виктории могу какао купить отлично так а продать я могу селитру нормально да я точно буду в стратегической эпохе ой статистической в героической героическо-стратегическая так пожалуй в шеффилде куплю за деньги пушку 885 но надо надо у нас извините две пушки пятого уровня они в корпусах будут очень круто надо наверное ценителя взять недораз у нас большой город так ну что можно потихоньку полевые пушки сливать в том плане что можно подставлять их уже под престон подождите а почему я а тут не лес тут просто тундра так вообще здорово мы можем сюда бомбарды следующим ну пока подводим бомбарды надо конечно на них корпуса еще купить но пока они сюда не приехали мне кажется нету смысла ну совсем мало 6 культуры 6 науки но все равно приятны всегда вот эти дополнительные за убийство юнитов и дальше поскакать я тут уже ходил просто смысл тут стоять универ в бергене ну можно шпиона тогда надо сделать ай-яй-яй кава иди боль больно как бьет да так ну каву надо будет нет вавилону шумерам ничего не продаем чтобы у них еще бонусов сверху не добавлялось радостно слышь что великие умы мира прочитает нашу империю вашей что по поводу великих ум я надеюсь что мы все таки на Эйнштейна начитаем еще б Джона Спилсбери конечно хотелось бы получить но Эйнштейн тут важнее так построили кремль фу кремль собор василия блаженного ну теперь тут тундра красивенькой стало немножко да вообще осло так неплохо выглядит так тут продолжаем следовательские гранты блин немножко проблемка что я походу а если я этой выстрелю блин ну это плохо меня надо убивать к сожалению или не надо убивать просто сюда отойду хрен с ним я лучше просто по приставим стрелять конечно же этой этим корпусом есть доосизм ой благодаря этому блин в гуле надо доосизм тогда мне кажется не будут отваливаться против антикавалерийских нет плюс 10 к боевой мощи в районе ну так как нам лучше быстрее всего переместить блин пожалуйста килиманджаро не не извергайся будь другом так блин ну прикол ладно знаете что возьму здесь уровень этим просто не буду стрелять он не должен я просто останусь хотя тут зоны контроля нету но он не должен уйти так этого пусила куда-нибудь туда просто тут стоим ждем сосредотачиваемся на пристани его возьмем все у меня эти города перестанут постоянно отваливаться и 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 эти послы виктории мне не очень по душе послы апостолы апостолы виктории буэнос-айрос тут кампус на плюс 2 есть но я бы скорее его без всякого соседства вот сюда ставил и будет соседство с кампусом из алису на кстати эти плюс 2 до сюда поставим после пускай рабочий достроится а и как раз как раз нам надо лес тут вырубить тогда давайте тут еще рабочего хотя мы вырубим этим рабочим так окей причем ходом лондон отвалится а лиц еще держится не хочу не видите не пересаживал не в лондон не близко что на самом деле самое большое влияние у нас престан возьмем престан тогда уже можно будет разбираться с с лояльностью от губернаторов пока престан влияет на эти города нету смысла еще маленькие к тому же и и и и и и и и Продолжение следует... Необходимо соседство с центром города, принадлежащим этому городу. Блин, что это? Сейчас какие-то глюки очередные. Еще поселенец. Да сколько их у тебя, Англия? Ну, кстати, вот заселю здесь вот эту тундру как раз поселенцами. Так, я, наверное, отойду и апну. Просто из-под города, чтобы уйти. А, кстати, я могу... Ну, у меня нефти нету. Блин, мне нефть надо открыть, но прежде мне все-таки в химию надо выйти. Так. Теперь бомбарда нужна, да? Видимо, в Шеффилде... Так, а вообще у нас хватит купить ее? Хватит. Мне на самом деле надо с Людвигом Культурный заключать. У меня сейчас с ним какой? Экономический. А с Викторией военный. Вот мне надо с Людвигом Культурный. Когда у нас закончится... Насха, блин, я тупанул. Надо было с Людвигом тогда еще Культурный. Так, что у нас с отваливанием этих городов? Минус семь, четыре, минус девять. Лиц в следующем ходу. Надо Престан сначала забрать, блин. Тут еще и Кирасу мою поймали. Ну, охренеть. Кирасу мою поймали. Так, что у нас тут с Эйнштейном купить? Пока не можем его, да? Блин, там Шумер тоже, че-то, с эти восемьдесят девять. What the fuck? Так, это в Бристоле нам делать фабрику? Интересно. Где тут вот эта промышленная? Раз, два, три, четыре. Ну, вообще, да. Раз, два, три, четыре. Да. Можно вполне в Бристоле фабрику. Ну, тут хана Кираси. К сожалению. Один ход пускай хочет кавалерию, если убить. Причем ходом к Окленду вернется. Этого тоже давайте подставим. Блин, а как нам тут лучше бомбарды подвести? Да не так, это просто пропускаем ход. Дортмунд. Майнс, Дортмунд, Берлин. Майнс в Дортмунд не бегает. Вот давайте в Дортмунд. Чисто торговые пути, чтобы были. Три хода. Но это потому что я сейчас, вот видите, вырубил. Продолжим пока и следственные гранты. Так, этим вот сюда лес вырубать. Нет, тут нет смысла что-либо строить. Он все равно отвалится. Рынок в Шеффилде. Караван плюс. Так, вообще я вот тут все хочу дорогу сделать как-то нормально. Давайте вот из Шеффилда купим караван. И тут вот отправим как-то. Здесь нам надо дамбу. Так много строится, потому что лояльность сейчас низкая. Думаю, мы когда Престон заберем, лояльность вернется. И дамба намного быстрее будет построена. Ну, убил все-таки этого. Арбалет. Арбалет. Да, ну тут тяжело Престон, блин, брать. Дидона и Кристина мне войну объявили. Интересно, почему? Видимо, они кому-то объявили войну, кто у меня в союзниках. Так, Дидона... А, Людвигу они объявили. Они объявили войну Людвигу, соответственно, я как союзник. Ну, мне важно быть с Людвигом в союзе, конечно. Так, выполнили какие-то задания Занзибара. Построили верфь и начинаем сразу кампус тут, конечно же. Так, дальше. Эйнштейн. Четыре хода. Выкупить мы его никак не можем. Я не понимаю, почему этот не работает Инквизитор. Может, когда нету религии, он не работает? Типа, вот. Тут же сейчас нету какой-то... Ну, вообще странно. Типа, вот. так сделаем так эту сюда так объединяем так а вот это вот вот это вот не очень вообще-то тут у нас кавалерия в тылу безобразничать так окон да это конечно можно сразу нанять обратно у него вообще есть 30 где юниты окланда а вот этот арбалет что ли да ну пускай может его убьют кстати блин может не по не по приостану стрелять а лучше по этой террасе потому что проблемки могут быть минус 729 у лондон уже нет а ну конечно не отваливается уже уже не мой он престан престан главное престан берем престан у нас все нормализуется на самом деле так караван пока не отправляем тем более у нас нету так тут один ход ждем вырубки леса чтоб сюда собственно поставить не осло шикарный все так и представляет настоящий осло так в тундре в снегах хотя на самом деле совсем такой но и куча сельди вы там вылавливаете и жрете с лучком ну засаливаете сначала конечно я не знаю как сельдь делается прямом скажу это так просто фантазирую как там на самом деле так тут надо быть аккуратно у нас с дидоной но дидона вот здесь далеко но вот с крестина у нас война так что шведские суда могут нас нагибать а параллельно с ними у нас еще война низ низ какой бы бешкой так ну это хорошо тогда ты в недоросе у нас предел вообще канализации можно будет покупать но чуть позже пока продолжаем исследовательские гранта все равно дима демократию надо ускорить до претензии к финикии лиц не растет фиг с ним так что-то можно купить наверное редкие ресурсы до уголь пока у нас накапливается что по стратегическим я думаю что лошади железу же никому не нужны селитра никому не жена уголь я сам не хочу продавать то есть а может нефть кто продаст кстати я я бы тогда апнул так стратегические нефть о ни хрена себе за сколько не это что-то но 37 кстати ну то есть он готов продать там он просто 37 продает а мне например 10 давайте попробуем 10 вот 86 и 10 давайте за мировое влияние прошу эти сотку дам сколько ты вход хочешь ой не 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 ой ладно не хочу я короче 86 здесь нормально ты мне в общем то надо этих линейных апнуть от мы откладываем один ход еще у нас производства надо выбрать вроде нет ну вот тяжеловато все таки с этим модом из-за того что из 3 даже уже англия отстает от меня офигительно по науке все равно у нее какие-то современные юниты очень тяжело просто города брать и кстати я не думаю что вот например в такой вот с этим модом на этом уровне сложности можно военный победить вот на обычном без мода уровне сложности военная победа не проблема урбанизация военные академии морские порты скидка на улучшение юнитов и пригород можно строить но тут можно первый посол убрать давайте посмотрим да у нас нету все равно послов мы точно уберем перемещение бонус промышленной зоны натур философия так жадные бароны нет каперские патенты ну не буду я щас каперы строить да изоляционизм нет вот олигархическое наследие можно поставить точно либерализм было бы еще но в данном случае пока мы воем лучше олигархическое наследие блин очень пристан тяжело идет ну очень тяжело так а куда как эти кавалерия делась убилось оба что-то ну игра сюда при но лес не хочу вырубать давайте вот сюда здесь вырубаем для кампуса не буду удалять видите крабов сейчас оставлю чтобы вот осло ну за счет этого чтобы жилье было в осло и он росло и росло конечно у нас шикарно осло получился забрали уже торговца которого я хотел но там виктория забрала этот нам не особо интересен ну и кстати вряд ли кто-то из них может культуры победить пошли друг друг друга на друг на друга влияют и друг друга и защищают от победы получается нефти продавать не буду так шпиона с уровнем наверное лингвист возьмем нефти продавать а и 99 науки, слушайте, а давайте этого следующим ходом мы химию откроем, по-моему кайф, так, этого, наверное вот сюда апну, все мы уже в героическом, а еще до конца эпохи как минимум 12 ходов, так, просто смотрим, чтобы у нас вот эти мои основные города не отвалились до взятия Престона, проверяю, полечиться тут не на чем, да, тогда просто открываем территорию, а вот на черепахах или оно не обработано, обработано рыбацкое судно, сейчас полечимся на черепахах, офис нашелся, зашибись, послов у нас правда нету, но вообще нам надо, так, урбанизация только что совершена ну в мобилизацию идем дальше, да, у нас что-то далековато, конечно, до демократии, прочего, радио по культуре, конечно, там народ просто уже, наверное, закрылся, вон, в информационной эре, бразилец и Кристина ну мы точно, я думаю, что мы следующим ходом Эйнштейна заберем ну не моя, типа, пушка так, перекупили какую-то грешечку у нас, между прочим, кабул и вот видите, пушки отвернулись от меня Блин, ну пресс там прям не берется, хоть ты тресим и сейчас пушки поубивает и уголь уже в минус пошел Кабул я перекупить обратно не могу ну а ну а ну а что-то я не понимаю, почему инквизиторы не работают на вот эти города я думал, может там религии типа нету вот, да, но вот у нас синтаизм и все равно инквизитор не работает и описание, конечно, офигительное необходимое соседство с центром города, принадлежащим этому городу а это, по вашему мнению, центр города, не принадлежащий этому городу, другому городу принадлежит, да? ну бред, бред поплыли тогда отсюда бред, надо спасаться я не могу его в осаду взять, потому что вот это озеро то есть мне нужен еще морской юнит, чтобы Престон в осаде считался так, ну, наверное, имеет смысл или уже сразу в авиацию идти вообще мне надо нефть открыть сначала что, давайте нефть, прежде чем авиацию может у нас нефти нету тут бы вообще, наверное, лабу купить 1175 давайте биржу строить, а тут купим слишком долго она строится так давайте наймем за веру пехотинца и нефть еще надо купить опять 10 давайте хм вот это мне нравится может зря я Китай подкармливаю, у него все-таки 530 науки надо к нему конечно куда-то так в Стокгольме 580 можно украсть в Неймегине 444 в Константинополе 744 урок 1000 вавилон вавилон 1704 вот это я бы хотел это как-то нормальная сумма денег 1220 вавилоне можно поживиться денежкой так пока не могу этот караван ну это построен у меня отвалились города где были вот маяк например в Литисе поэтому невозможно пускай убивает не буду апать нам деньги нужны чтобы лабораторию купить у меня сейчас Шеффилд отвалится мы так долго этот пресноколупаем не хочет отдавать города а кстати Лондон и Лис не к кому не присоединяются обратите внимание они просто отвалились и они типа независимые просто очень сильно на меня Престан глядет я чувствую мне такое ощущение что в этом моде это как ну что это что-то явно неправильно это слишком сильно она в нормальном веке у нее кучи городов нету и все равно она как-то влияет на меня ну что как-то может быть как у нас минус по нефти минус 3 Блин, ну если я сюда встану бомбардой, её же убьют следующим ходом, правильно? Поэтому лучше нет. И не убиваю, да? А я лучше тогда апнуть, так, сколько у нас ходов, давайте апнем лучше, не, подожди, нам лабу надо покупать, есть учёный, плюс 4 к лабам, это очень здорово, так, в Бергене покупаем, Блин, какого хера Византия привела откуда-то, вы посмотрите, и именно в столицу обратила, нормально вообще? Ко мне привела апостола, а на что там в православии, может чё, как-то воспользоваться можно? Храмы и святилища, сука и пулируют, ну, ну, такое... Защитник веры Ну, моя-то мне науку даёт Ну, это охренеть, конечно, где эта тварь? Угу Он будет обращать мои города, вы видели? Так, ну, у нас инквизиция есть Тут наймём Кстати, у меня, наверное, кризис может вылезти, нет? По этому поводу Так, Шеффилд там ещё, да ещё держится Вот так в Москве Так Это Что? Что? так а гуль и гуль еще держится кстати я вот не уверен что гуль это пресс на влиять думаю что на гуль возможно как раз немец из-за того что его культура преобладает над моей по туризму петру построили только сейчас о новое обсуждение во религиозная агрессия во и можно пока пока не прошло можно подождать не обращать ножку обратно что можем-то победить в этой ну там надо определенное количество ходов вообще сложновато будет с византии то есть это ему сюда надо будет постоянно возить блин но это очень больно фак по науке нифига никого нет 700 700 одна наука у шумера о ну-ка даже даже вольюсь так если за отведенное время выполнена каждый участник или реликвию получим 100 единиц мирового влияния надо даже побольше там явно византия против будет может еще кто и виктория еще вложилась а против елизавета кристина василий вильгельмин отлично ведь и не зря вложился 13 ходов должен быть не дару не дарос православным раз надо следить конечно о уровень моря повышается play у меня там есть некоторые места где ну хотя мне не так много с другой стороны блин ну нету смысла атаковать пока стены потому что это все восстановить это выйти очень мало стен снимается черт а сколько стоит каска за веру 485 следующим ходом надо будет каску купить этого еще корпусом сделать ну очень тяжело идет может эту в пт команду апнуть в принципе периодически прискакивает своими какими-то ой-ой-ой может захватить кстати поселенца что будет очень нехорошо так на лондон или лиц никому не присоединяются я вижу да это кстати мне на руку всем главное престан забрать потом можем мириться так это я пожалуй отойду блин вот он сейчас по мне стрелять ну вообще в авиацию тут только уже авиации похоже можно что-либо захватывать ну престан мы должны как-то доколупать ну 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 Так, надо этот караванчик еще попробовать разграбить. Походу, Византия своих апостолов под защитой линкоров к нам повезет. Не, ну пушками, конечно, он ничего не сделает. Слава богу, моим каскам. Но и то, что я ничего не могу сделать с Престон, тоже меня не радует. Да, тяжело, тяжело идет, да, и там минус пушка в итоге. Но я думаю, что на этом имеет смысл серию закончить. Доход от мародерства, производства поселенцев. Тут, наверное, ничего не меняем. Или, блин, поставить вместо учетных банков, чтобы накапливали очки послов. Потому что мне в ФЕС надо посылать. Наверное, лучше послы. Конечно. Остальное оставлю как есть. И мне в более совершенные правительства надо выходить. Тут, собственно, по культуре я вообще хуже всех. А по науке... Ну, давайте-ка идти глянем. Так, Гильгамеш уже космопорт построил. И он уже в спутниках. Ракетостроение и Людвиг. И все, только ракетостроение. В Камурапе как-то странно. Вообще нигде. Так, в ракетостроении получается только Людвиг и Гильгамеш. И Гильгамеш, причем... Ну, надо как-то на Гильгамеша всех сагривать. Я не знаю, кто у нас там еще может с ним воевать. С ним только Вавилон воюет. А где Гильгамеш? Вообще в центре. Вот бы Людвига на него научкать. Вот именно что Людвига бы. И еще Нидерланды, возможно. Но Нидерланды слабенькие в плане науки. Хорошо, а Людвиг... А, он, блин... А, это он с Хамурапи, да. Гильгамеш, ну-ка. Совместная война Гильгамеш. Он готов, кстати. А вот готов ли я? Он воюет с Кристиной, Дидоной и Викторией. Ну, с Викторией у них тут, я не знаю. Вряд ли что-то может вменяемое быть. С Дидоной... Короче, надо... Гильгамеш, по-моему, мне ничего сделать не может. Вот это Северное море, только выплав у него. А ко мне пройти он может только через Людвига, если. Так что, я думаю, надо соглашаться с Людвигом. И стопать Гильгамеша как-то. Может, он мне даже заплатит? Он мне даже заплатит. А может, он алюминием мне заплатит? Мне как раз скорее алюминий интереснее, чем деньги. Хватит хахакать, блин. Тварь. Баварская. Все. Входим совместно с Людвигом в войну против Гильгамеша. Но поможет ли нам это в следующей серии? Спасибо, что смотрите. Выйдем на завтра. Спонсоры канала могут ее уже сейчас поискать. Играйте в умные игры. Слава Украине, Живе Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok